Подозреваемые в убийстве таксиста двоюродные братья. Сегодня их допросили следователи. Мотивом преступления стало то, что водитель не захотел останавливать машину у киоска для покупки родственниками спиртного. О том, как задержали опасных пассажиров, наш материал. Мне сказали, что он на него не тыкал ножом, а делал другой. Беда. Сам вот бегаю, даже мать не хочет. К дому, где произошло убийство, приходят друзья подозреваемых в преступлении. Не верят, что братья зарезали таксиста. Однако следователи выяснили, именно улица Калюжина стала конечным пунктом двух пассажиров. Они всю дорогу провоцировали водителя такси. Подозреваемые, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, просили опять то включить громче музыку, то остановиться у ларьков. Но водитель уже из-за того, что у них был конфликт ранее, он не стал эти просьбы выполнять, а просто вез их обратно домой. Когда уже приближались к дому, один из подозреваемых сказал второму, выскал предложение об убийстве. Второй согласился. По версии следствия, один из подозреваемых пошел в дом родителей, взял кухонный нож и нанес им таксисту два удара в плечо. После нож взял второй пассажир и продолжил расправу. Вышел брат из дома подозреваемого и забрал нож и кинул его в неизвестном направлении. Потом первый подозреваемый сел за водительское сидение, а второй положил уже мертвое тело водителя на заднее сидение автомобиля. И им было принято решение уехать на озеро Чередово, где оставить автомобиль и тело водителя. Так они и сделали. Однако родственники злоумышленников, на чьих глазах произошло убийство, позвонили в полицию. Там объявили план перехват. Внимание сотрудников ОВД привлек черный Рено Логан в застрявшую берега озера Чередово. В автомобиле сидели два пьяных мужчины. В кустах лежал труп, как позже станет известно, убитого таксиста. Данные граждане были доставлены в отдел полиции номер 4 для разбирательства. В ходе предварительной проверки установлено, что данные граждане причинили несколько ножевых ранений таксисту, от которых последний скончался. Оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, в тот вечер они выпили две бутылки водки и несколько литров пива. На допросе в отделе полиции один из злоумышленников заявит, что не убивал таксиста. В момент преступления, по словам мужчины, он зашел в ограду частного дома и не видел, что происходило в машине. Я за себя говорю, что я человека не убивал. А кто тогда причинил ему телесные повреждения? Вы наверняка видели. Кому ему? Таксисту? Да. Я этого не видел. Я видел, что он, можно, валялся там. То ли валялся, то ли... Ну, вот за машиной, короче говоря. А вы до этого где находились? А я в ограду заходил. Потом вышел из машины. Брат у него выхватил нож. Брат у вас в нож выхватил? Да, Паша. И нанес, и он еще ударил. Два. Вот на грудь. Сейчас оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. Уже завтра в Ленинском районном суде Омска им изберут меру пресечения. Известно, что один из братьев ранее был судим за кражу и разбой, употреблял наркотики. Второго к уголовной ответственности не привлекали. Погибший водитель работал в службе такси минимум. Ему было всего 23. У него осталась беременная жена.